Он осторожен очень. Он ползет на руке прямо. Это новорожденные хамелеоны. Рот такой открыл, бежит. Смотри, он прям на меня в глаза вниз смотрит. Ай! Ай, облизывается такой. Ой! А пауки кусаются? Ау, мамочки, куда он пополз? А он не может удушить меня? Он прям сдавливает руку так. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и у меня очень много разных животных, но сегодня, ребята, я хочу сразу перейти к делу и показать вам вот это. Я подумала, они завестили мне хамелеона. Поэтому сегодня мы с вами отправляемся в московский магазин Планета Экзотики. И у меня будет к вам очень важная просьба. Так как рептилии на моем канале появляются впервые за всю историю, если вам понравятся эти зверюшки, вы ставите лайк, а если нет, ставите дизлайк. И мы посмотрим, как разделятся наши голоса. Ссылочку на магазин я на всякий случай оставлю в описании к видео, потому что, я думаю, многим будет интересно. И поехали! Ух ты! Магазин, ребят, реально достаточно большой. Я не ожидала, что тут так много будет всего. И столько самых разных животных, всякие разные рептилии. Даже есть пауки, скорпионы, ящерицы, змеи, черепашки и даже муравьишки. Ребята, после того, как вы посмотрите всех животных, пожалуйста, помогите мне и проголосуйте в вопросе вот тут. Кого выбрать? Ребята, на самом деле, причина прихода моего сюда. Это еминский хамелеон. Он, конечно же, мне понравился пока что больше всех. Взял себя же салату и пополз. Он так классно ползает вообще. Он насторожен очень. Он ползет по руке прямо. Какой классный. А может он запах чувствовать других животных? Собак, кошек. Да, но параллельно всех животных. Это новорожденные хамелеоны. Это, наверное, вообще недели две максимум. Я думала, хамелеоны меняют цвет от места положения. То есть, если он на ветке, то он коричневый. Вот он сразу пошел пятнами. Ага. Потому что он не брюк, что на руки берут. Рот такой открыл, бежит, бежит, бежит. Он зеловой, вот сразу, ему не нравится, он сразу другого цвета стал. Пятнистые, они такие темные. Да, еще он может коричневеть и еще ярче зеленеть. Скидка для 10% террариума, 10% на животное. Подождите, если я покупаю одно животное и покупаю террариум, я получаю скидку 10%, правильно? Да. Отлично. Так, ребят, значит, я выяснила еще круче вещь. Для таких новичков, как я, есть уже прям, ой, господи, готовые комплекты. То есть, я выбираю какое-нибудь животное, и ребята собирают для него дом. Комплекты где можно посмотреть, если что? Комплекты все на сайте есть, можно выбрать. Там под каждое животное в трех категориях собраны комплекты. Минимальный, средний и прям красивый максимальный комплект. Круто. Ой, осталось только выбрать, кого мне взять. О, боже мой. Маисовый полос Сёмов. Он не кусается ничего, да? Да, Маисовый полос. Такая самая-самая классическая змея. Он такой быстрый, прям скоростной, да? Он бесконечно передвигается. Глаза не быстрые, активные очень. У него глаза красные, да? Такие, красноватые. Это очень насыщенный. Очень яркий цвет. Кстати, сейчас у ребят в группе ВКонтакте классный розыгрыш на Маисового полоза. Может мне пойти в розыгрыш, поучаствовать, выиграть? На нем подпись, просто конкурс. И он такой, пожалуйста, выпустите меня скорее. Они называются бордатами, потому что они умеют распушать свой гребень, вот этот вот. Вот так она прям такая классическая динозавристая ящерица. Для тех, кто хочет прям ящерицу, чтобы можно было взять на руки. И она прям ручная, да? То есть ее можно в руках вообще держать спокойно. Почему они так смотрятся на меня? Смотри, а он прям на меня глазах не смотрит. По размеру ящерица нужно два раза делить, кармин с ручками. Ага. Вот, меня есть поилочку и лампу раз в полгода. Ага. По сути, все. Все очень просто. Ай! Все. Ням-ням-ням. Кстати, ребята, если вы не заметили, например, то у хамелеона здесь нет поилки, в отличие от остальных. Это все потому, что они пьют ее из капелек. Надо пополивать периодически, опрыскивать. Либо фондом поставить. Все, я поняла. Синий язык из цинки. Говорят, что они самые сообразительные, самые умные такие. Вот это одни из многих ящиц, которых можно не кормить сверчаками, а кормить прям всем подряд. Да. Они совсем съедные. Чем разнообразнее корм, тем лучше. Пару сохраняют. То есть он, получается, моногамный, да? Да. Язык синий, поэтому они с языки из цинки. Прикол. Ты куда ползешь? Ты сейчас упадешь. Я, на самом деле, если честно, только в кино, наверное, в передачах про животных, их так близко видела, никогда не держала в руках. И думала, что я буду бояться их держать в руках. А сейчас он просто такой питомец домашний. Вот это вот ресничный бананоед, да? Они на крокодильчиков похожи чем-то. Это он взрослый уже. Да. Ой, такой пополз, 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 пополз. Какой кромешенький. Э, они вылизываются такой. Как кошка. Ой. Крешку ест. Рептилии сегодня для меня открылись просто в новом свете. Мне, наверное, самым вообще главным фактором является то, что они все очень дружелюбные. То, что их можно брать на руки. Не просто они там сидят себе в аквариуме и только со стороны на них смотреть. Такой вот небольшой террариум, который вот я сейчас показываю ребятам. Это достаточно для того, для одной там рептилии. Или чем больше, тем лучше. Чем больше аквариум, тем лучше. Которого больше нельзя давать, потому что они, во-первых, из-за этого стрессуют, во-вторых, они дичают. То есть, когда животные видят то, что прям есть большой объем, оно начинает везде прятаться и быть очень скрытым. Читала про углифаров. Ой, какие хорошенькие. У них тоже язычок, как у кошки, как у моноедов. Вот, и они, как верблюда, накапливают жир в своем хвосте. То есть, чем толще хвост, тем более фару питание. Самые домашние вараны вырастают до метра десять. Их можно брать на руки. Когда они вырастают, они можно гулять на шлейке, как сходков. Прикол. Тут живет довольно редкий гость нашего зоомагазина. Это плащеносная ящерица. Она интересная. Это вот эта, у которой плащ такой, да? Да, да, да. При испуге она раскрывает свой плащ, ну, покушон. Ага. Это паутина от паука такая? Сколько она плела эту паутину? Полгода. Полгода? Серьезно? А пауки кусаются? Правильно брать? Да. Такой цвет неестественный у них. У них такие пальчики хорошенькие. Они же должны жить вот в таких вот условиях, да, влажных. Да, влажных. И им нельзя слишком много влажности, и их нельзя перегревать. Лишайский веслонок. Ой, ой, ой. Ну, у вас много муравьев тоже, да? Выбор большой вообще. Да, да, да. То есть здесь можно посмотреть еще вот такие вот фермочки прикольные в кармикаре. Ну, скорпионы опасные вообще звери, да? Они же могут укусить. Ну, вот эти вот именно, тиромерусы, они примерно как осал кусят. Ну, типа неприятно, но они не смертельно. Здесь везде змеи? Везде змеи. Офигеть. Королевские змеи. Если вы была запросто активная, это очень активная. Ага. То есть они быстро передвигаются очень, да? Это тигровый питон, он до 4 метров растает. Тигровый питон, только... Другого окраса немножко, да? Цвет у него другой. Они до метров 70 растают небольшие. Ну, красивые очень. Да, вот у них. Вообще шикарный цвет у него. Офигеть совершенно другого цвета, чем в основном теле. Она такая остренькая у него. Угу. Это тигровый питон. А это альбинос, да? Да, это тоже альбинос. А почему альбинос? Почему это не окрасом считается? А, у них даже глаза какие-то зубы. Тяжело ли ухаживать за ними? Ну, по сути, что нужно для ухода за, в данном случае, тигровым питоном? Угу. Нужно раз в неделю поменять ему поилку. Угу. Один раз покормить. Один раз в неделю? Да, то есть одну ножку кидаешь, он ее съедает, и потом дня через три ходит в туалет, там кучку убираешь, и все. По сути, больше вообще ничего делать не надо. То есть сейчас я потрачу, как бы, да, что-то, какую-то сумму, а потом, получается, просто докупаю, ну, еду только, все. Ну, да, мышка там сто рублей стоит, но вообще не серьезно. Сто рублей в неделю, это намного дешевле, чем содержать всяких собачек, кошечек, корнячков, которые у меня есть, да. Да, плюс тигровый питон, она сама по себе довольно дорогая змея, тем более это морфные, красивые, а 19 тысяч стоят. То есть обычные змеи там все около шести, мысли полз там две тысячи. А, ну, то есть можно и дешевле купить, да, если, например, нет денег на такого, за 12 тысяч, может за три тысячи. Да, да, мысли полз там на две с половиной сто. Для содержания змеи нужно вообще очень маленький объем, это, наверное, самый компактный рептилий. Чтобы был, если говорить про удава, нужно, чтобы змея четыре раза, шесть раз свертывая в клубок, но сейчас террариум. И получается, этого ему достаточно, да? Да, да. О, какой он тяжелый, он прям тяжелый, слушай. О, какие странные ощущения, я же первый раз в жизни змею, мы себя держим на руках. О, мамочки, куда он попался? А он не может удушить меня? Нет. Ну, в смысле, вот, они же как бы показывают в кино там такие, как душа. А что удалить? Человек, чтобы даже ребенка съесть, тоже удал, метров семь. Он прям сдавливает руку так. Она такая розовая, как персичек. Слушай, у меня тут возник вопрос, а на самом деле не лучше им жить в природе, а не в террариумах? На самом деле нет, потому что, когда они в террариуме живут, у них, по сути, идеальные условия для жизни. У них есть постоянная еда, постоянный корм, постоянная вода. Те же самые хамелеоны. А максимум года три живут, неволе они доживают до пяти, даже до семи лет. Кошки и собаки бездомные на улицах, они тоже постоянно болеют и быстро очень, как бы, покидают нас. А домашние, если за ними правильно ухаживать, то они могут прожить очень много лет. Сложился такой. Хотите змейку? Домой. А-а-а! Не забывайте лайк или дизлайк, и скорее помогайте мне выбирать питомца. Либо в вопросе проголосуйте, либо можете сразу пойти на сайт и посмотреть, и написать мне в комментариях, кого бы вы хотели увидеть на канале. И скоро увидимся в новых роликах. Пока!